ПЕСНЯ 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 ЧТЕЛЬ place ТЕЛЕВ ТЕЛЕВ ПЕСНЯ ЧТОРЫ ТЕЛЕВ СТЕЛЕВ С полчетвертого? Сюда? Там, в кандейке, лежит на бутылках, на кухне или на морозе, на этот составе, на тумбочке, на тумбочке, на тумбочке, на тумбочке. Я принесла, сегодня будете есть какая-то вкусная. Мы уже едем на дороге. Сладкая? Очень сладкая, без сахара. Корка не твердая? Нет, нет, нет. Я положу, что кому-то надо подвозить. Субтитры делаю. Такая твердая. Проходи. Да, садись. Да, садись. Да, садись. Да, он как вилый зашёл. Да, это садись. Да, в твоём комсистер. Да, это садись. Да, в твоём комсистер. Да ничего он там не сидел. Там был роман аргумином, просил. Человек-то не бесит, потому что нету никого нету. Царю небесный, утешителю души сильный, И живи везде сей, и вся исполняя сокровище благих, И жизни подателю приди, и силися вны, И очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наши. Боже, Отец наш небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, Прибудь с нами, не дай нам уклоняться от истины Твоей, Но научи нас следовать строго по окроваленным Твоим стопам. Тебе слава, слава и Матсу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки, веку. Аминь. Осталось шесть дней до Рождества Христова, Осталось шесть дней до Рождества Христова, в этом году в субботу. Я буду там, сижу за рукой, то через воскресенье, там будет четырнадцать-пятнадцать-пятнадцать-пятнадцать-пятнадцать-пятнадцать. Какие есть вопросы? По службе, может быть, по беседам, которые читали. У меня вопрос по поводу епископа, как он себя чувствует и что у него там? У него я был немного, мне нужно было грамоты, свидетельства братьям взять. Ну, выписал свидетельство, практически общения не было никакого. Чисто так. Официально, да? Да, официально, официально и все. Он никуда не выезжает, болящий сильный, болеет. Их храм, в котором он настоятелем, Богоевленский этот собор, он относится к патриархии. То есть, он за Богословием упоминает только патриарха, никакого епископа. И вот, когда там бывает парихиальное собрание, то надо ему ехать в Москву на парихиальное собрание. То едет вместо его священник, у него есть там Михаил, он едет, он не едет уже, даже на собрание не едет туда. Он, как бы сказать, епископ на покое, но он настоятелем этого собора только является и все. Вот он служит, просто он не имеет права ни рукополагать, ни чего там. Только если уж по благословению патриарха там, что может быть. А так нет, он уже как на покое. Ну вот так вот. Разговора никакого такого не было, ничего не было, да. Он как-то так, я не стал, Жанна, на это вижу, что как-то так, как будто бы мы никогда друг друга не знали. Как и безразлично стало, да? Да. Ну и все. Мне то, что нужно было взять, я сделал, взял братьям всем, у кого щицы, когда были пострижены, не было у них этих свидетельств. А потому что они пригодятся, кто даже при благовестии где, кто, я благословленный, вот у меня есть грамоты. А тогда другие, кто учат в семинаре, если Господь благословит, что дело дойдет до рукоположения, то им это тоже нужно будет. Потому что второй раз уже не надо будет им над ними совершать этот чин. Вот они уже щицы, рукоположенные. Вот так вот. Поэтому мне то, что нужно было, там на пятерых я взял это, он выписал и все. Тщательно по годам разбирал, когда он был еще правящим архиереем и когда был векарным. Я говорю, ну какая разница, каким-то нет, тщательно нашел там эти бланки какие, с печатями, с этим заголовком, когда он был и правящим архиереем и Шимско-Сибирской, и когда уже был векарным. Потому что после седьмого года, когда определялось пять лет на вхождение всех приходов в епархии московской патриархии давалось опять, то в это время он пять лет был векарным. Что такое векарное, объясните большое. Векарное это, ну скажем, помощник патриарха. Векарный епископ это помощник патриарха. У него много... А где заместитель? Да не заместитель там просто, помощник. Заместитель нет. Заместитель не может быть. У него может быть там 10-15 векарных епископов у патриарха по-разному. Он подчиняется только патриарху? Только патриарху. Да. То есть, непосредственно подчинение? Подчинение, подсредственно только патриарху. И сейчас их собор, где он как-то так и не определил, что этот собор подчиняется только патриарху. Местный митрополит, а епископ над ними не имеет никакой власти. Этот собор относится только к патриарху. Это означает векарный? Ну сейчас он не векарный, сейчас он уже просто на покое. Он не векарный. Просто этот называется такое, как там правильно сказать, я не выговорю, ставропагинальный. Ставропегальный. Ставропегальный. Есть монастыри такие и храмы, которые в личном подчинении патриарху находятся. И запокусирование они подминают только патриарху. Ни митрополита местного, ни епископа, никого нет. Полностью они подчиняются только патриарху. Местный митрополит, епископ над ними не может указать там или что-то. Нет, только патриархи, когда будет что-то, только так. Вот на таком они положении. Сейчас, да? Да, сейчас. Ну сколько это будет, пока владыка живой или как там, не знаю это как будет, но так. Он действительно физически он больной. Ему же делали операции за два, наверное, на сердце было уже операции у него на сердце. И другие какие-то болезни, что-то у него с кишечником вроде там. Ну серьезно, боль он просто физическом. Ну ему сколько это, батюшка? Он с 56-го года. Он на 12 лет моложе. Ему 60 исполнилось. Ну да, только 60 исполнилось. Епископы и психики. Только так. Брат старшего был, отец Михаила старший был, он с 52-го года был, отец Михаил. Ну вот отца Михаила уже второй год, будет скоро два года до 1 мая, как он. Уже был. Я посетил его там, побыл у него, помолились. Угу. Вот так. Так еще какие у него... Матушка его как? А? Как его матушка? Матушка я был вечером тоже. Ничего, она поправилась. У нее был перелом руки, ноги, где-то бедро, перелом бедра было, зубы у нее были, все это, челюсть выбита все. Но она все это поправилась, заросло, сейчас зубы вставляет, говорит, там делаешь что-то. Ну вот так вот. Она ничего. Так. Еще какие ко мне вопросы? Ну вот спрашивают к нам благовестие, к какой церкви вы принадлежите. И вот я в интернете прочитал, делали в Кызыльской епархии запрос на счет нашей общины принадлежности к РПЦЗ. И вроде как Элина Ирона ответил, что мы в списках не значился. Раз они к РПЦЗ не принадлежат, значит они лгут, значит они сектанты. Возьмите журнал Покров, есть девятый номер за 2016 год. Там есть статья про нас. Пишет там профессор богословия, доктор богословских наук, священник один, он там пишет. Найдите этот журнал, они в храмах каждый есть. Найдите Покров, девятый номер журнал. И там все подробно описывается, кто мы есть, какие и что. В этом журнале пишется, что мы находим эти общины, говорит, Патеряевская, значит, Свято-Анфимовская и Крестовая Барнауля. Это, говорит, уникальная община, которая, значит, за богослужением мы поминаем патриарха, молимся, правящего епископа, митрополита там что. Но напрямую, как бы, в подчинение митрополиту мы не входим. Все. Вы видите, вам на этот вопрос даже и отвечать не надо. Кто там они есть, что им до этого, а к кому мы принадлежим, они что, хотят нашу общину вступить или что? Они хотят доказать, что... А что доказывать им? Ну, докажут они, допустим, докажут. И что из этого? Докажут. Ну, докажут. В советское время доказывали все. Много было... Специально такая была даже организация знания называлась. Знания. Вот. Это полностью была атеистическая организация. Было очень распространенно. Везде в магазинах, в книжных был целый отдел, где атеистическая литература. Все доказывали, что Бога нет, это обман. Ну и что из этого получилось? Они доказывали. Институты целые на это работали. Институты были. В каждом институте обязательно. Преподавали это. Как-то я был свидетелем одного такого случая. Тогда телефоны как? Придешь где-то на телеграфный пункт, заказываешь, допустим, переговоры. И сидишь, ждешь. Бывает час-два сидишь, ждешь, что связи нету, что-нибудь. Ну, наконец, вызывает там такой-то кабина, вторая там или первая кабина таким-то городом. Я служил в Таре. Ну и пришел, мне нужно было, не знаю, с Барнаулом или с кем-то, или с Киргизией там поговорить. Зашла женщина, вызвали. Она разговаривает именно с дочкой. Дочка и учится в институте, наверное. И она говорит, так, сколько ты математику на пять? Молодец, на пять математику. Там другие математики, значит, тоже на четыре. Ну, хорошо, ладно. Так, атеизм. Атеизм на сколько? Слава тебе, Господи! И вот сидели, сколько там человек, 15 дали очередь. Все непринужденно засмеялись. Атеизм в институте сдавали. Атеизм был. И что из этого получилось? Вот они ждут. Ну, пусть они думают, что мы это. Что им до этого? С нами служит митрополит. Законный митрополит, рукоположенный. Нас признают все. Я с ним служу, общаюсь. А какие-то кызыльские. Их надо спросить. Вы кто такие? Есть ли у них вера? Скажите, вы возрожденные или нет? Имеете ли вы Духа Святаго? Вы только служите или молитесь? Если молитесь, то никогда бы это вопрос не задавали. Какое мне дело? Где-то когда-то в кызыле, там какая община, кому она принадлежит, мне что от этого? Мне о своей душе нужно... Они, значит, о своей душе не заботятся. Им это выискивают. А где-то и что-то под кого-то посидеть. Ну, хорошо. Допустим. Завтра не будет. Что они от этого? У них духовность повысится? Ну, представим такое, что на завтра не потеряюсь, они в Барнаульской общине нету. Все, исчезли они. То, что кызыльская община будет? Всяма святых или что? Праздник у них будет. Ну, вы задайте, скажите, ну, у нас нет, у вас что это? Почему вас тревожит так это? Нас нисколько не тревожит. Что там у них? И все, ответим так, и никакого нет этого. Ну, коротко просто, как сказать? Мы никому не подлежим там или прочее. Какое им дело? Кого поминаете? Беспокоит, кого вы поминаете? Как будто от того, кого поминаем, зависит уже это, как бы сказать, путевка. Все одного понимали, сегодня другого поминаем. Ну, приедет патриарх, мы приглашали патриарха в гости. Ну, получили ответ, что в связи с тесным графиком его он не может пойти. Когда он был в прошлом году, был когда здесь на Рождество Престой Богородицы был в Барнауле. Не мог. Ну, так или не так, мы примем, наверное, что так и было, действительно. Потому что он только отслужил, говорит, сразу на самолет и уже полетел на север куда-то. У него все заранее уже все рассчитано до, говорится, по минутам. Поэтому не мог, если бы как-то заранее был, может быть и посетил бы ПДР. И что это их беспокоит, так, из ильцев этих вот? Ну, батюшка, там, я так понял, там миссионерский отдел. И они, как бы, людям дают предостережение, что осторожно, это не церковь. То есть не церковь, они прикрываются, что они РПЦЗ за церковь признают, МП за церковь признают. Раньше, говорит, да, они принадлежали РПЦЗ, это была церковь. Но мы спросили у правящей археи РПЦЗ, он сказал, нет, они меня не принадлежат. Значит, они не церковь, значит, их не служат, значит, и их миссионерская деятельность ложная. Мы имеем общение с Московской Патриархией и с Алтайской епархией. Все. И отправь к этому журналу. Пусть они найдут там этот журнал «Покрон». Ну хорошо, Бог с ним с казыльцами, когда мне на улице вопрос задают на благовестие. Какой человек вы принадлежали? В Алтайской епархии. В Алтайской епархии? В Алтайской епархии, все. Но в Алтайской епархии спросят, а они тоже скажут, что мы не принадлежим. Там спросят. Не надо тебе это. Точнее, я уже спросил. Сергей, подумай хотя бы, что тебе сказали. Ну тебе чего от этого, Сергей, ты чего так заботишься? Они скажут, они... Да кто угодно говорят. Ты понимаешь, что я еду в поезде, и слышу, проезжаю я до Корси, он мне надо проехать. Сидят напротив мужики там это некое, и проезжаем напротив потерявки. О, здесь живут попы. Это потерявки. У них там все заедино. То есть бабы, там мужики, все это едино у них там это. Вроде бы там кто с кем, это не важно. В коммунизме, под этим одеялом. Да, да, под этим одеялом. Ну и что от этого не проговорили, мы проехали. Так и это... А что они подыскиваются? Это интересно. Ну кто-то... А кому вы принадлежите? Да кому я... Я вам что, проповедую что-то? Ты им проповедуешь кого? Христа? Вот и все. Христу принадлежит. Ну... А если даже, говорит апостол, а если кто даже и притворно проповедует... И то хорошо. Благо. Вот. А вы истинно проповедуете. Поэтому на это даже внимания не обращайте никому. Мы находимся, скажу, в Алтайской епархии. Все. Если бы мы не находились в Алтайской епархии, митрополит бы с нами не имел общения и не служил бы. Мы в Христове единицы. Если он сам не может приехать, то посылает нам других священников. Всегда. Никогда еще ни одного праздница не проходило, чтобы мы вместе не сослужили. Не служили. Поэтому... И все. А это люди такие, что не надо. А я где бываю, допустим... Все знают меня. Я был в Перской епархии, в Тульской епархии. Никто меня... А как вы? Да что там? Знают, что я истинно рукоположенный священник. Правильно находимся. Мы не находимся ни на отлучении. Я не нахожусь ни на каком... Ни на прещении. Нет. Все. И мы вместе служим везде. В Москве. Я приехал в Москве. Зашел в храм. Батюшка только увидел меня, посылает алтарника там. Скажите, чтобы он зашел в алтарь. Он выходит ко мне, подходит. Вы отец Аким? Я говорю, да. Батюшка говорит, вам в алтарь зайти надо. Обязательно заходите. В Москве. А это где-то кызыл какой-то там. И вот он вот туда. Что-то восстает. А вы скажите, приехайте, братья, пообщайтесь. Вместе пообщаемся. Пускай приедут. Еще какие вопросы? Следующий приезд наш. Я сказал, через воскресенье, значит, будет с 14.15. Вот еще какие вопросы? Давайте. Батюшка, можно передачу мой смотрел в пятницу? Я такой ухватила фрагмент. Там дедушка выступает. Он говорит, я монах Миру. Я был насильником в монастыре много лет. И нас, говорит, старцы у нас в монастыре святые. И Бог открыл, что начинаться будет война в этом году страшная. И нам всем дали деньги. Мы покинули монастырь, чтобы купить земли. Сказали, идите севернее, покупайте большие участки земли. Зачем война? За какую землю? Потому что будет голод. И в городах все люди будут от голода умирать. И мы теперь, говорит, все монахи в Миру. Огород у него показали огромный. Дедушка такой с бородой сокладистый. Он, значит, капусту там все, говорит. Я уже, говорит, подготавливаюсь. И говорит, три года будет. Это Пасха, говорит, скал кровавая. Следующая голодная. А через одну победная будет. Вот. Сказал. Пускай трудится на огороде. Трудится. Это спасительно. Пусть трудится. Это спасительно. А о том дне, говорит, никто не знает. Даже и сын человек не знает. Только один отец знает, когда это будет. А война. Война у нас идет каждый день. И за дня в день. Но брань наша не против плоти и крови. А против Духов Небесных. Вот против кого. Война у нас каждый день. Каждый час. Каждую минуту. Мы на войне находимся. Все. Мы воины Христовы. А что бояться? Ну война будет там или что-то. Была война. Правильно. С города шли в деревню. Менять на продукты что-то. Приходили так. Бывало, что очень дорогая вещь. За ведро картошки. У нас в деревне было наверное единственное ружье. 16 калибра. Отец выменял его за ведро картошки. С города приходили. И за ведро картошки выменял. Больше брата на Игнатия с ним и с этим ружьем. Тренировался. А тогда в деревне, я не знаю еще у кого было или нет даже. Навряд ли у кого было. Это было богатство. Представь. Ведро картошки и это. Ну а в городе даже этому мы были рады. Всегда. Всегда. Поэтому в деревне скажем да. Какие бы не были голод или война. Деревня как-то выживала. Потому что что-то посадила. Даже если ничего не выросло. То лебеду можно сорвать. Там с акации. Желтенькие листочки. Первые березовые молоденькие листочки мы ели. Там пучки поспевают. Там медунки. Там слезун. Кислитка идет. Там ягоды начинаются. Какие-то грибочки. Но все равно как-то в деревне можно прожить. Картошку всегда урожай было. На саде всегда. Мы ели картошки. До сыта картошки ели. Остальное все было это. Но картошка всегда. Мать наварит. Ведерные чугуны картошки. Вот. Еще ее почистим. Потом она на листик. И сверху толченым коноплем. Зальет. Помажет. В русской пище запекется. Так это не сравнишь какое-то. Какая вкуснотища это была. И это картошки наедимся. И мы никогда не голодали. Не было голода. Поэтому не надо бояться. Вот там кто-то. А монах в миру. Скажу так. Что это так. Его или из монастыря вытурили. Где-то. Было за что-то его. Значит. Погнали из монастыря. Он теперь монах в миру. И начинает что-то там это. Своё вот это сеять. Ну. Пусть он работает. Огород. Пусть огород разводит. Это благое дело. Хорошо. Если бы все стали монахи. Вышли бы. И все бы стали разводить огороды. Скотину свою. И это бы проповедовать. Это было бы здорово. Вообще бы. Пускай он есть. Нисколько этим не смущайтесь. Что монах в миру. Там огород будет. Ты что хотела тоже куда-то отбежать? Огород разводи. Рассказать просто. Монаха. Снимай с тыгутскую лесу. Ну. Ну. Этот будет то да то да. Журнал. По моему. Последний вот в номерах. Там как раз. О старцах. Тире. В кавычки. В старцах. Еще кавычки закрываются. Объясним в старцах и старцах. Которые в кавычках. Прочитайте статью. Там как раз об этом все пишут. Которые есть. Говорят. Да. Есть старцы. Святые. Но у них нет. Говорят. Рассудительности. 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 Он молитвенник. Постник. Там все. Но он. Рассудить не может. Как это. А сказал на бумагу. А кто то будет там. И все. А там что будет или не будет. Нет. Бог открывает. Кому там дает мудрость и рассудительность. Это не у каждого есть. Вот. Он. Поэтому. Да не смущает вас. Кто что то сказал. Обращайтесь всегда. К слову Божию. Вся раз мне звонил отец Иоанн. Значит. И попросил всем вам передать его. Значит. В поздравлении. Пожелания. С Новым Годом. Чтобы. Все говорит. Углубляли священное писание. И старались жить по заповедям Христовым. Вот. Говорит. Мое пожелание. Говорит. Спасибо. Хорошее пожелание. Слава Господу. Вот так вот. Еще что ко мне? Спасибо. Ничего нету больше? Спасибо Господи Божию. Ну ладно. Давайте. Занимайтесь. В связи с этими событиями. Только многое лето в очках вам пропить. На Новом Годе. Наталья Валентиновна имеет место. Я хотела поблагодарить всем за молитвы. Звонков было столько и столько писали. И мне кажется только бы ему ленивые только не позвонили. Ну это так. Позвонили все фактически. Ну ему полегче. Четвертого обещает отпустить. Может когда свидетельство будет здесь. Но внутри стоит стенд. Стоять будет около месяца. Поэтому приятного это мало. Это болезненно. Дискомфортно. Поэтому все равно прошу молиться. Удачную операцию сделали, да? Ну относительно. Относительно. Стенд это лучше, чем получная. Камни больше нет. Пока нет. Слава Богу. Все вышло. Все. Поймать не могли. Там пришлось дробить. Камни что вытащат. Посмотрят что за камень. Вытащить не получилось. Раздробили. Потом переживали. Вышел не вышел. Попал не попал доктор. Ну в общем. Переживали. Было бы о чем переживать, да? Ну как? Ну самое главное, что это все очень болезненно. Ну никто же не знал этого. Вода? Все очень быстро. И то же самое год назад было у Лоши Устинова. Пейте больше воды. Минимум 2 литра в день. Оказывается очень важно. Чистой, простой воды. Ни чая, ни сока, ни кофе. У тети Маши началось, да? У тети Маши у него началось наслаждение. Мы сели в машине, ехали с храма спокойно. Он говорит, что-то поясница заболела. Как-то бескомфортно. Я говорю, что-то больше ухать, дахать. Я говорю, ну ты остановись. Подожди. Не слышит меня. Я говорю, ты остановись вокруг машины обойди. Я говорю, может защитился позвоночник или еще что-то. Но он вышел, обошел машину. Говорит, садись, я не могу больше сесть за руль. А мы батюшку к Машу вывезли. Ну и подъехали. Он говорит, я пойду поднимусь. Может торец схожу, легче будет. Ну поднялся. Через 5 минут батюшку. Завайте скорую. Лучше совсем уехал. Камень развивается вот так вот. Ничего себе. Скорая приехала, говорит, мы по комнате больных вылавливаем. От боли они, говорит, вот прям мечутся. И смотрела сейчас много статьи. И сказали, что камень в почках, камень в желчном пузыре это самое болезненное, что может передавать человек. С родами сравнивают. Ну да, да. Не такой маленький, а такой боль причиняем. Да, такой маленький. Сколько человеку надо? Да такой вот крохотный. Три миллиметра. Ну и все. Ну и все. Ну и все. Ладно, Василий Христос еще раз. Поклон дай. Обязательно. Обязательно. Дорогие братья и сестры, еще раз хочу вас попросить поблагодарить Бога вместе со мною за то, что я с вами. За то, что я вернулся из этого путешествия. Тем более на фоне того, что произошло там вот в Новороссийске. А что там про часы? Ну как что? Самолет разбился. Самолет разбился. Ту-154. В Сочи. В Сочи. В Сочи, да. В Сочи, да. Вот. 92 человека сразу. Там и в самом Сочи это все было. Ну, можем сказать, что если Господи, кто-то там был верующий, ну... Господи помилуй их. Если они не успели покаяться, Господи помилуй их. Ну, надо учесть, что вот батюшка сказал, что война идет. Брань наша невидимая, естественно. Но и война реально идет, физическая война. В Сирии наши войска. Правда, сейчас часть войск выводит Путин оттуда из Сирии. Но, может быть, это вот событие и послужило как поводом для того, чтобы вывезти. Потому что это не случайно. Во-первых, этот ансамбль имени Александра, он военный. Песни и пряски. Все время прославляли и удовлетворяли нужды военных. А военные, это действия военные. Это всегда кровь. Это как бы там ни было. Мы там причастны. Они подклятвы еще. Они же клялись все. Все. Ну, единственное, что там вот доктор Лиза вместе с ними была. Ну, как говорится, я вот когда летел, думаю, вот когда я лечу, я всегда молюсь. Практически все, весь путь. И в начале, особенно когда взлетают такие моменты и посадка. Вот эти два момента самые сложные, самые такие моменты, когда происходят все эти катастрофы. Авиакатастрофы. У нас старообрядка была. Вот. И когда перекрещусь, начинаю молиться. Кто-то, глядя на меня, тоже начинает молиться. Думаю, ну вот, а больше эта часть не молится, естественно. Кто смотрит там планшет, читает что-то там. Кто спит, кто храпит уже. То есть всем, что называется, по-разному относятся к этому. И думаю, ну вот я, если случится, вот упадет самолет, я разобьюсь. Вместе с ними, да? Ну вот, Господь, и думаю, ну а почему нет? Почему вот должен меня спасти, а вот другие должны погибнуть? Потому что Господь посылает и на праведных, и на праведных. И солнце, и дождь, и зной, и все одинаково. Главное, чтобы ты о своей душе заботился и беспокоился. Так что еще раз прошу вас, помолитесь о мне, чтобы вместе со мной, чтобы воздать хвалу Господу, что Он меня сохранил в пути от всех опасностей, от всех недобрых и злых людей. Ну и в прошлое воскресенье, как-то в последнее собрание, мы много говорим о смерти. Сегодня говорили о рождении, о рождении Иисуса Христа. Мы же рождены, дважды и дважды нам предстоит умереть. И наша главная задача в этой жизни – правильно уйти из этой жизни, чтобы наша земная жизнь была трамплином для того, чтобы подняться в Царствие Небесное, который нам Господь даровал на Голгофском кресте эту возможность. И как мы уходим из этой жизни, и что мы заповедуем после окончания нашей земной жизни? Вот из интернета. Сегодня никто никуда не спешит, работают длительные каникулы рождественские, поэтому я позволю себе зачитать из интернета. На днях по решению суда британской семье разрешили заморозить тело умершей от раковой опухоли девочки в жидком азоте. Зачем? Зачем люди и ученые используют и изучают альтернативные методы погребения? Зачем умерших людей скармливают грибам или расставят щелочь, сжигают, а пепел увековечивают в фигурах по просьбе родных? Когда 14-летняя девочка в Великобритании скончалась после долгой тяжелой болезни, по просьбе родителей ее тело поместили в специальный заполненный жидким азотом криостат и заморозили при минус 196 градусов по Цельсию. Такие температуры не дают разлагаться в человеческой флоте. Тело может храниться вечно. Переменяя крионику, люди надеются, что когда-нибудь ученые научатся возвращать умерших в жизни. Процедура эта не дешевая. Британскую девочку заморозили за 35 тысяч долларов. Однако есть и более дорогие представители этого странного рынка. Например, другой берет за место в криостате около 200 тысяч долларов. А вот в России к 50 с лишним криопациентам можно присоединиться за 12 или 36 тысяч долларов. Слово «криопациент» в этом случае применяется не случайно. Это намек на излечение, избавление от смерти. Хотя реально ли это большой вопрос? Современная крионика все-таки больше основывается на вере, а не науке. Опять же вера, да? Отрицают. Я всегда, когда разговариваю с атеистами, я говорю, а вы тоже верующий человек. Я верю в то, что Бог есть, а вы верите, что Бога нет. Тоже верующий, только со знаком минус. Но все-таки наука не стоит на месте. Ученым пока не удалось воскресить мертвых. Но вот более экологичные методы погребения умерших уже найдены. Компания «Цойо» готова предоставить погребальные костюмы и саваны, пропитанные спорами особых грибов, которые не только съедают тело без остатка, но и нейтрализуют все ядовитые вещества и применяемые для консервации трупов формальдегид с тяжелыми металлами. Таким образом, погребенное тело не будет отравлять землю. Изобретение принадлежит представителям Стэнфордского университета Джейм Римли и Майк Лума. Первым пациентом компании станет 63-летний американец Деннис Уайт, который знает, что скоро умрет из-за тяжелой болезни мозга. Не так давно, в начале 90-х, в Великобритании бушевало коровье бешенство. Погибло более 180 тысяч крупного богатого скота, и еще 4,4 миллиона голов было уничтожено в качестве профилактики. Встал вопрос с уничтожением коровьих туш. Сэнди Салливэн предложил растворять их в горячей щелочи. Метод удался, угроза миновала, и Салливэн предложил свой метод для погребения людей. Он основал собственную компанию, где производят машины для уничтожения трупов. В емкость с водой и гидроксидом калия при температуре 160 градусов по Цельсию помещают тело 3 часа, и от человека остаются лишь кости и густая вонючая жижа. Кости измельчают, помещают прах в урну и отдают родным, а жижу отправляют на переработку. Специалисты компании сравнивают свой метод с кремацией, однако процесс чище, эффективнее и безопаснее. Хотя многих клиентов компании смущает жижа, образующаяся в процессе кремации, однако Салливэн уверен, что это все предрассудки. Поведим правде в глазах. Красиво не будет в любом случае, говорит он. Для любителей прекрасного придумали пластинацию. Тело сохраняется за счет замены содержащейся в организме воды на пластик, в зрелище не для слабонервных. Однако поток желающих увидеть этот ужас, в кавычках, не иссякает. Скандальные выставки изобретателя пластинации Гюнтера Хаггенса привлекают миллионы людей. Сам же Хаггенс считает, что таким образом он учит людей по-другому смотреть на смерть. Свой метод погребения предлагает биолог из Швеции Сюзан Вик Масак. Уже 20 лет он работает над методом под названием Промессия. В специальной машине тело замораживает до минус 160 градусов по Цельсию. Затем под воздействием вибрации за секунды оно распадается на крупинке до 1 мм. Порошок складывают в контейнер из крахмала и закапывают на глубине до 50 см. Через несколько месяцев от контейнера и праха не остается следа. Сам метод Вик Масака безвреден для окружающей среды. После захоронения тело полностью сливается с природой. На месте захоронения биолог предлагает садить дерево. Этот метод уже успешно испробован на свиньях. Им заинтересовались власти Швеции. Ну и вот здесь этот метод пластинации этого доктора из Германии. Можете посмотреть. Здесь вот фотографии. Я уже не буду дальше читать. Посмотрите, кому интересно. Пластинация, когда вместо воды будет такое вещество, которое позволяет придать телу умершего человека самые разнообразные формы, самые разнообразные позы. А этот-то живой? Ну, это вот он и есть. Это вот самый доктор немецкий, который и изобрел этот метод. Вот, например, сидит за шахматами. Можете присесть рядом с противоположной стороны и порассуждать о партии. Труп. Пластинированный. Пластинированный труп. Выставка объехала по разным странам. Миллионы людей посетили и по-разному люди оценивают это. Я об этом говорю почему. Потому что нам-то мы должны знать, что Господь сказал, прахты и в прахты возвратишься. То есть погребение, как у нас должно быть, оно должно по православному обряду и совершено. А другие методы, ну, для неверующих, может быть, они и годятся. Татьяна Кузьминична, давайте мы вернемся к нашим болящим, о которых мы должны побеспокоиться. О Василии я скажу сразу. Вопросы были о Василии? Я все время поздно прихожу, и там вот эта контора, в которой он работает и живет, там собаки. И уже закрыта практически всегда калитка, и туда просто не войти, поэтому я никак не могу попасть. Может, сегодня пораньше пойду и зайду туда. Он болит. Ну, все те же болящие у нас. Олегтина Пантелеев заболеет, и Вера у Тани заболела. А наши детки здоровы, слава тебе, Господи. А с Мишей что? С Мишей вот в прошлый раз не дозвонились? Миша, я звонила Михаилу. Он говорит, болею. Я говорю, ну, Миша, мы за тебя молимся, мы любим тебя, и все. Ну, ты почему? Молитесь. Рецидив, Борис. Да, тут Галина Кубайкина мне уже два раза звонила. Почему? Вот что вы, она нас обвиняет, это мы виноваты. Мы его гладим по головке, мы его так любим. Тут надо с ним очень строго. Дело в том еще, что вот он держался, пока работал. А что он не работает? Сейчас он на пенсию пошел. На пенсию. А он очень ценный там работник. Единственный станок, на котором он может только работать. И поэтому вот в прошлый раз они и лекарства, и все ему достали, выводили его специально из этого состояния. Ну, а сейчас опять. Теперь он как бы обеспеченный, пенсия есть. И, наверное, это как-то его расслабило. Я ему изначально говорил, что ему надо быть с братьями ближе. Не на работе на своей. Зачем ему там вот с неверующими? До пенсии доработать-то надо. Ну, доробил уже все. Все уже. Молиться надо, конечно, крепко молиться. Я не знаю, даже теперь уж братья. Ты тоже не прав. В прошлый раз ездили к нему. Сейчас как поступить? Я не знаю даже вот как его спасать. Ну, у Миши еще есть какие-то данные. Это не Андрей и дробот. Ну, еще. У кого есть желание? Игнать Тихонович. Исчерпались вам слова. Игнать Тихонович с Володей тоже болеют. Молитесь они. Да ладно. Я тоже немного скажу о смерти. Вот по этому самолету, который упал, попросили ролик даже сделать. Ну, я выставил все места описания, где говорится о временности жизни. Люди не любят это слушать. Не любят. Понятно. Включили поискать, как выступали. Песни. 85 лет этому коллективу. Считал я сколько их там. Ну, может человек 90. Где-то 67 человек это было. Больше половины хора погибло. Очень пожилые были. Ну, а петь. А молодые они танцевали. Разные матросские, казацкие танцы. То есть ничего духовного не было. Ни намека даже нет. Совершенно. И лететь куда, где идет война, где особенно сейчас именно Сирия от этих ИГИЛ терпит такое поражение. До этого советские там где были, показывали какие столовые, где склады, снаряды. Все это захватили у них. И они ходят по этим складам, показывают оружие. Огромные там ящики стоят. Это все уже перешло врагам. Россия поставляла все это для врагов против самого себя фактически. Почему? И ходят они в этой столовой. А столовая это наш дом, наверное. Даже больше вот это вот. Столы какие-то, что, чашки. И ходят уже враги. Но там были те, которые в Хостона были в Пальмиру разминировать. Куда они делись люди? Где это саперы? Живых никого не оставляют. Зачем туда лезли? Такую даль. Своих вопросов нету. А раз их там били, то ясно дело, что они имеют и право ударить обратно. Теперь у них все в руках. Неизвестно еще там самолеты, которые были еще с ними. Не могли защитить. А почему? Они получают и получают подкрепление. Со всех сторон, со всего мира к ним идут и идут. Речь идет, может быть, уже о миллионах, сколько их идет. Они из Ирака отовсюду кинули, со всех сторон начали давить. День-два и они все захватили, разгромили в дребезги. Там нельзя с ними воевать. Только целиком мы сумели, атомные бомбы где-то. Это я говорю просто так. Ни того ни другого не надо было. Жили там мирно. Мы тоже живем мирно. Но всему приходит конец. Вот они сделали дозаправку, поднялись. А теперь показывают, как этот самолет виляет, около берега бьется. Никого нигде нету. Пять трупов нашли, потом семь. А где остальные? Только не теракт, только не теракт. Сразу еще ничего не исследовали. Еще ящики эти черные не нашли. Но уже это не теракт, не теракт. То есть это заказ какой-то был. Как можно говорить, когда ничего не найдено. Дальше вранье началось. Нашли первый, второй, третий ящик. Вышел специалист и говорит, на ту 154 только два ящика. Откуда вы третий там взяли? То есть вы видите, да отплевываетесь хотя бы. Ударился кора о воду и разлетелось на 5 километров. Вы знаете, что 5 километров? До половины корчено. Чтобы туда разлетелось, весь самолет должен был наполнен взрывчаткой. Пишут дальше специалисты-то. То есть не подготовились. Погибли, конечно, и молодые, и прочее. Я помолился о родственниках, чтобы утешил их Бог, чтобы они сделали вывод. А об этих чего валиться, когда ни одного верующего не было. А если был хоть один верующий, мне пришлось быть на одном виде транспорта. Прямо смерть. И когда уже все это пошло, и молодой человек был, я подошел к нему и говорю, а почему вы так спокойно были? А когда садились, я видел, что вы здесь. А раз вы здесь, ничего с нами не случится. Я сам этого не знал. Какую люди веру дают в присутствии верующего человека. Раз там верующий был, да Бог его знает. Может быть и первые погибли бы. Сейчас Виктор Андреевич об этом говорил. В прах и в прах возвратишься. Монахи откуда там взяли? Костницы. Два-три года человек сотлел, теперь достают его монахи. Моют там это в вине, вина у них хватает. И теперь кости отдельно, целые штабеля. Из них делают разные украшения из костей. Кости берцовые, из них там украшения, кресты, отдельные черепа. И все это украшения разные из одних костей. Да что это такое? Ну это Елисей, когда костям так его сухим костулить. Ну тут больше ничего нету. Да ничего нету. Ну оставить, они из этого художества сделали. Такие кости, теперь отдельно только берцовые, отдельно тазы, отдельно черепа. И все это, это монахи занимается, заниматься нечем. Умер человек, и все. В прах ты в прах возвратишься. Играет на этом. Откапывает клуб, он желтый у него череп, и тут же череп целует. Ходит и ищет, бывает некоторые даже не знают, что они там жили. Да чего же такая вера, кому она нужна? Это вера-то. Вера Мирпецов. Вера трупа поклонству. Я когда увидел, так это целые этажи. Этажи прямо целые. И кости, там Мартирий, там Степаны и прочее написано. Ни один никуда не пойдет благовествовать. Я встретился с Архимандритом одним и говорю, давно, да только что вернулся. А у него тут лапки висят оттуда, какие носят сумки. Я говорю, ну а как там, молодые есть? Есть, говорит. На уступах скал стоят, и орут они с ума сходят, жениться охота. Сумасшедшие, совершенно бесноватые. Толпами. И он оттуда приехал. Оттуда. Только что приехал. Притом этот человек. А потом, говорят, и он запил этот человек. Но ни один не пойдет на благовестие, на проповедь. Как сатана посмеялся. Главное, ни поста, ни молитвы может не быть. Дороже поста и молитву послушание авиа. Это только дьявол мог придумать это изречение. И маленько, смотрите. Я поехала, узнала, спросила. Открывай слово Божие, никуда не надо ходить. Я вот в интернете сижу, столько людей обращаются с вопросами. И приходится отвечать вопреки. Он наконец-то мне кто-то ответил. Теперь я знаю как. Теперь я знаю, я делал все неправильно. Чтобы быть правильно, надо представлять в первую очередь, что ты немощный и ничего не знаешь. И вот от признания в незнание открывает путь к знанию. Есть такое выражение. И надо научиться во всем доверяться Богу. Я сделал завещание, как хоронить. Сразу же меня под коробки, если где-то в пути есть, потеряю. Там найдут какие-то гнилые доски, чтобы ни рубля нигде никто не потратил. Ну, с собой новые заветы, чтобы на кресте всегда висели новые заветы. Зламинированные, кто пришел, взял не один, а два. Я уже точно наказал. Это покрутно сказать. Вы знаете, в России была большая трагедия, когда расстреляли царя, царское семейство, княжон и прочее. Это все делали масоны. И руководили из Англии. Да. То есть они очень боялись могущества России. А у себя монархию сохранили. Да. Там монархия самая настоящая. И Лисовета, ее звать правильно Лисовета, Мария и Александра. Бабушки и прабабушки одновременно. А хотели назвать Викторией. Ей на днях исполнилось 90 лет. Это старейший монарх в мире. На престоле 65 лет. Но она фигура, которая ничего не может. Только где-то награды выдать. На них деньги отпускают. Они ничего не могут делать. Это фишка одна. Но, однако, они сохранили, никого не расстреляли. И биографию показывает, как они растут. То есть мы всегда православные являемся объектом ненависти сатаны в большей степени, чем другие. И поэтому мы должны все это принимать как данность, как любовь Божию. Кого он любит, то он наказывает. Феофан Затворник говорил в 1861 году. Полагает, что еще одно-два поколения православия на Руси исчезнет. То есть в том виде, которое оно было в то время, даже сравнить нельзя с сегодняшним-то. И оно уже было никакое. Что сегодня говорить? Пришел где-то, когда-то, кто-то. О чем говорят? Я вот заметил, мне приходилось встречаться со священником. Я задумался. А почему это так? Ему что-то нужно узнать. Я говорю, а это есть в интернете. Ну, покажи. Только показывать, на что в интернете. Лежу, вот так сидит. Я говорю, а почему не смотришь? Ну, я слушаю. 85% информации через зрение идет-то. Я сразу выключаю, а что показывают-то? Я стал задумываться, а что это за отношение такое? А это специальность. В алтаре закрытый, он никого не видит. Он один там водится, там крошит что-то. Вынимает частицы, наливает, разжигает кадила. А за алтарем там, что читает где-то, он никого не видит. Он на слух только воспринимает. Он никого не видит. Психологического анализа никакого нет. Если вышел, опять же, прошел, сходил он дальше. Мы должны понимать, этот человек, особенно священник сегодня, нуждается в особой поддержке. Разблокировать его надо. Он буквально зажат вот этим вот, и у него это уже утвердилось. А я это... Ну что ты это? Мне пришлось еще одному священнику тоже показать. Я говорю, тебе этот человек знакомый? Очень знакомый. Хорошо, этот человек в другом государстве находится. Я на днях с ним разговаривал по интернету. Посмотри. Вот где-то. Я поглянулся, гляжу он опять. А что ты смотришь-то? Ну я же слушаю. Да там столько эмоций. Люди, которые говорят... Там не говорят только... Знаки какие-то делают. Ты же ничего этого не видишь. Если человеку сказать, ты только на слух бери, когда борются где-то или что... А кто-то увидит шорох, больше ничего нет. Какое выражение глаз? Главное, глаз. Они ничего не понимают, священники-то. Они от народа оторваны. 85% информации у них выщищено. У них вообще его нету. Он где-то был, только к нему подошли дальше. Он не с людьми дорога идет, тоже смотреть нельзя. Монахи идут, смотреть никуда нельзя. К кому идут обращаться-то? Как надо заботиться о том, чтобы с детства Бог приготовил священников? Вот он сидит, семинарист. Вот если он будет священником, он с народом общается. Он работает. Он видит. И здесь находится. В алтарь зайдет... Неужели он опять сделается таким же истуканом? Как ты можешь нужды народа знать? Несомненно. Ты должен... Упасителя Господи. Вот он настоящий будет священник, если по-настоящему видит народ. Ты должен народ знать. Павел нигде не прятался ни одной минуты. Если он приехал, он нигде за стенкой не прятался в алтаре. И до утра продолжил слово. И вот это тихо, на окне сидел, не поместился, на окне сидел. Ну, уснул молодой парень. Мы видим, как поступали апостолы. Собирались вместе. И разговор. Что Бог совершил? Какие люди обратились? И он именно об обращении говорил. О разговора больше ни о чем не было. О приобретении душ. О чем сегодня разговаривают? Я разговаривал со священником, говорю, ну вот бываете где-то в командировке? Ну да. О чем разговариваете? О приходе. Деньги. А сколько? Да самое большее было, говорит, в этот раз за упокой в миру. Там много умирает. И за упокой. За месяц 75 человек. Ну, Бог даст, в этом месяце больше должно быть. Тут замерзают и прочее. Это рассуждение. Да, надо Бог взял. Как у пожарных. Вы даже не знаете, состояние православия это почти труп. Если одно-два поколения, считать поколение за 25 лет, 50 лет. Так прошло-то не два поколения, а уже пять. Я делаю вывод, что Феофан Затворник был уже пророк. Или он имел в виду другое православие. Тут вариантов нет никаких. Он говорит, исчезнет, оно не исчезло. Значит, он имел не это в виду православие. На все угодно идут. Что бы власть ни сказала. Только разбился самолет, указания везде дали. Молиться за покойников. И все, в церкви вначале молиться. Да вы видели хоть одного? Я включил, только танцуют, пляшут. Да, ловко, все хорошо. Какое отношение имеет к вечности? Если бы им не платили, там ни одного бы не работало. Вот стоит человек там, ну и что-то кривляется. Ян Глатаус проповедь сразу сказал. Если бы вы не платили. Ну разве бы он стал здесь кривляться перед вами пояс? Он бы пошел работать. Мы сами их делаем такими. А ему платят. Ясно делал там у него форму, куражка там такая. Костюмы. Все. 85 лет. И ни одного духовного слова нигде вообще нету. И вот застанали. Да Бог все вымерил. Куда летим? Зачем летим? Мне все равно жалко этих людей. Как человеку просто. Ну давайте рассуждать с позиции вечности. Во свете Библии. И закроем свои уста. Не будем не говорить, что это хорошо или плохо. Плохо, что не знали Бога. Плохо, что не готовились к вечности. И крушение самолета происходило всего только 57 секунд. Другие говорят 70 секунд. Ну роль небольшая там какая-то. Грохнулся и ничего нету. Никто не успел перекреститься. Это все равно, что если бы машина нагружена была этими людьми. Привязана, не привязана. На скорости 350 километров ударилась бы в стену каменную. Что там осталось бы? И фрагменты тел только. Фрагменты. Руки, ноги, пальцы сейчас определяют кому-то и надлежит. Мы должны застанать. Что с нами сделать? Мы даже не понимаем, что мы смертные и такие слабенькие. Зря в самолеты не лезьте. Куда не надо, не ездите. Сидите дома. Ваша сила сидеть спокойно, Господь говорит. Посмотрите сколько нужды. Ты нужную местную знаешь? Начинай молиться. А правитель, чтобы Бог ума дал. Вывели оттуда свои войска. Зачем тут нам нужно? В Афганистане положили 14 700 гробов. Больше 50 тысяч коллег ходят по стране. А в Афганистане ничего не приобрели, ушли. Кроме врагов ничего не нашли. И вот они там как воевали, как проникали. Зачем? Это другая страна. Туда же царь не вводил войска. Хотя тот в другие места вводил. Что мы перепугались кого-то или что? Почему прямо-то не сказать самому себе, а не кому-то? Что мы можем повлиять на эту обстановку. Я вчера получаю сообщение. Один человек мне пишет. Человек, который приходил меня громить сюда. Оборвал все тут на крыльце и провода и ушел. Я утром только нашел подпорку вон там далеко. Но я молюсь. Мать конечно знает, страдает, молится. Я говорю, я каждый день о нем молюсь. Вчера он говорит. Представляете, он на его месте. Простите меня. Я нагрубил, я сломал. Понимаете как? Я сразу же за телефон позвонил матери болящей. Мать, тяжело тебе, да, но я тебя облегчу. Сын твой. Да что ты? Я говорю, отца порадуй. Понимаете, молитва, ничего больше не было. Ни встреч никаких, ничего не было. Одна молитва. И она начинает сокрушать кости. У вас веры нету, если вы не молитесь. Веры, если нету, вам никто не поможет. Внуки ваши будут безбожники. Будут хулиганьорости. Вот привели нам детей здесь. Двое бегают. Это не нашего круга. Он минуты не может быть. Вчера Игорь Дыбунов ведет здесь занятия. Вот здесь сидит. Этот мальчишка вот сюда залез под столом. И все это крутится. Наконец занес под скамейку. И под скамейкой там, как клещук какой ползет. И наконец обратил внимание на него. Все таки большая разница преподает мужчина или женщина. Встал спокойно. Развернулся его. Один в руках. Встать. Все кончилось. Вижу, он сел. Мне сразу вспомнилось, как в Америке, говорят, был такой класс один. Ну, просто девятый класс и не по карьеру и такой. Учителя не знают. Побудут маленькие и уходят. Невозможно. Неуправляемый класс. Ни уважения, ничего нету. И наконец к ним один приходит. Я хочу быть учителем. Я был учителем. Ну, говорит, я почти 20 лет пробыл в войсках. Я спецназ американский. Ну, я еще весь в гипсу, говорит. Ну, я маленько. А вот такой класс бы взяли. Да какая разница? Давайте. Он только зашел в класс. Ну, идет и прихрамывает. Во! Хромоножка пришла. Ха-ха-ха! И он не разговаривает никаких. Встал. Здорово, ребята! Тю-тю-тю-тю! Завернулся на него. Форточка открылась. У него галстук завернулся туда. Галстук. Взял, поднял. Сцеплер отец, который с кнопки. Тук-тук-тук. Они глаза вылупили. Куда? Они не знают, что там деревяшки-то. Он же деревяшкам приколол-то. Весь класс замер. Чтоб попоняли, что с этим играть нельзя. И класс весь изменился. Но нужно найти подход. Сказать к своим, близким, дальним. Как? Бог укажет. Где молитва? Молитва, живое общение с Богом. И научитесь слушать, что Бог ответит. Вот я немножко еще хотел добавить. У меня просьба к этому брату. Походотайствовать, помолиться за него. Чтобы у него был настрой к тому, к чему я все его подбиваю. Вчера у меня был, позавчера, наверное, Игорь Барабаш. Позавчера, да. И он, у него корова, видимо, с деревянной снастила, сошла туда и там застудила сосок. И у нее есть кровь и идет один сосок не работает. И он решил от коров избавиться. Там одну две оставить. Почему? Потому что не успевает ничего делать. Не успевает. А у него дочь вышла замуж за хорошего парня. Притом в механике разбираются. И этот-то сам, хозяин настоящий. У него все построено. Все как надо, и дом и прочее. Те, которые отошли уже, чтобы он этих, которые коров, он думает, резать, ему дал. Это валюта живая. Дальше. Покажи им. Техника есть. Стены заготавливают. Стеновалы у него есть. Все есть. В чем потерявки жить-то? Жить именно землей. Огород. Она огородница. Закончила институт сельскохозяйственный. Его дочь-то, Катерина-то. Я правильно говорю, нет? Да. Ты-то как-то настой на этом. Ну, сохраните коров-то. Сейчас можно, ну, что-то заплатить, что-то потом. Телята будут договориться на годы вперед. Я с ним, Игорем-то, переговорил. Я уже, говорится, сагитировал. Подготовиться. Я заботился об этом. Ну, как же так-то? Если потерять и думать жить. Что? Жить на свиньях. Свинью держишь, кормить надо день и ночь. Круглый год. А корова, она? Трава? Тебе не надо еще покупать. Трава. Наш отец это разбирался. Когда при Хрущеве сказали, или овечка, или свинья. Все свинья. Отец говорит, нет, это овечка надо. Они смотрели. Инвалид войны, не инвалид. Он инвалид войны. Был 10 ребятишек. Все подбирали. И свиней закололи, ничего нет. У отца овечка одна была. 5, 10, 12, 20. Неграмотный человек по ступам сразу определил. И ты держал именно таких. И у тебя уже там сады растут. Расположи свое сердце к тому, чтобы настоять. Прямо настоять. Скажи, готовая, я помогу. То есть ты поможешь. А то я сказал, я помогу, а ты подумаешь, что я помогу. Ты все можешь. Вот в чем дело-то. Ты дом перестроил. И тебе самому-то под старость при болезни-то. Ты как за пазухой. И дочь твоя ласковая такая. И он ее любит. Сколько лет она его ждала. Он отслужил в армии. Самостоятельный, сильный, крепкий русский мужик. И его отец, как тесть, сказать. Он-то дальнобойщик. Он где что привезти, что сделает. И он не просто какой-то. Он племянник Нины. А Нина это одна сестра моей жены. Мы с тобой породимся. Племянник, сын. Сын. Сын, сын, ладно. Сережа-то сын. Ты что? Саша-то не про Сережу. Сын, сын, сын. А про Сашку? Ну это, ну... Ну я, Саша. Ты что говоришь? Чем ты права будешь? Только спокойнее. Побещай ей стакан сливок, потом она успокоится. Она их не ест. Это у меня просьба. Побещай. Побещай. Вы знаете, есть люди, которые любят, чтобы в глазах что-то сверкало. И вот называется фейерверки разные там стреляют. Она шипит, кверху потом падает. Скажите, у кого есть такие вещи? Газеты пишут, сколько людей погибло. Стрелили. Это ракета стреляется. И она не туда полетела, а там идут молодые. Она ударила ее и убила. И готовят, допустим, где-то в Бразилии или где ей показывают. Взорвался завод. Рядом второй стоял. И кажется, 11 магазинов, из них 9 сгорело. Из космоса видно было. И все это показывает, как это взрывается. Ужас один. В конце концов, сейчас эта молитва достигла. Зачем это нужно? Нам не фейерверки в небо надо пускать, а слезные молитвы, если можно, и ночью встать. Я простые слова говорю. И еще. Мы вот здесь имеем толкование Нового Завета. Когда-то мы насчитали. Володя много считал. Мы Евангелие от Матфея и Откровение мы взяли. А посередине нет. И на днях начали читать. У меня читало несколько человек. И один, оказалось, читает более грамотно, меньше ошибок делает. Но сонное состояние читает прям буквально. Помолитесь, чтобы этот человек ободрился и раньше ложился спать. Мы в данный момент начитываем как раз. Читаем каждый день. Каждый ролик это полчаса. Чтобы Господь умудрил его, укрепил. И потому что слушают очень многие люди. Многие. Пишут благодарность. И протестанты там. Ну толкование. Одно дело, а то мы текст этот показываем на экране и одновременно считаем. Это очень удобно. И мы уже сейчас к коринфянам перешли. Представьте, все послания подобрали, деяния. Сколько лет надо делать? Вы о чем молиться будете? Поняли? Господь знает о ком я говорю. Чтобы дал бодрость и послушание мне. А в чем послушание? Раньше ложился спать. Он пытается и правильно делать. Позже ложиться, ночью вставать на молитву. Ну прям видно. Человек спасение ищет. Но в данный момент надо выбрать. Иначе никак не получается. Иначе я безоружен. Я-то какое честство. Я никак не могу войти в свой возраст. Это плохо. Вы знаете от чего Лев Толстой умер? Никто не знает? Простудился. На вокзале. А где он простудился? Ну он шел же там. Пытался в оптану пустынь попасть. Бегал. А потом его отговорил этот чертов. Он же из семьи ушел. Где он простыл? В дороге. В дороге когда вышел из дома? В дороге. В дороге ясное дело распарился. Ну да. Здесь не умещаются люди. Пошли в тамбур. Подошли люди, которые... Толстовцы уже образовалась секта. И он в этом... В тамбуре его продуло. И на станции Астахова остановился. Сразу температура. И там уже не пришел к себе. Вот мое состояние это Льва Толстого. Приехал у меня племянник. Ну я не знаю что показать у меня. Сейчас двор пустой. Я говорю, знаешь тут красивый мост. В Барнаул, Новосибирск. Там где... Это... Сельхоз выставка была. И пошли. А как раз ветер был то другое. Взяли с собой этот... Видео, фотоаппарат. И по мосту и пошли. А ветер какой дует. Я даже никаких. А снимать... Руку только снял. Снял нажать-то. А мне сразу застыла рука-то. Я вернулся на другой день засоплен. И уже почти месяц я не могу по-настоящему прийти в себя. Вот у меня это же состояние, что была у Толстого несообразность со своим возрастом. Но для меня я бы там даже... В одной рубашке был бы ничего это для меня не знаю. Я все время закаленный был. Обтирался холодной водой и прочее. Меня нельзя было взять. Приезжает Игорь Барабаш. Скажи ты, как будто бы он никогда не болеет. Да с чего вот такие все дохлые-то у меня. И в потерябке там болеют-то. А он на снегоходе-то. Закатил в одну урывку сюда. Едет на машине. Совершенно не кашляю. Говорит, не болею. Мне нужно вот в это... Климатической, сказать, ситуации. Все-таки как-то учитывать. В этом году мне будет семьдесят восемь. Семьдесят восемь. И поэтому хочу, я не хочу. Но организм не тот. И поэтому хрупкие кости. Ладно, я еще хожу. И зрение, и слух. Я как только простыну, у меня слух ухудшается в несколько раз. Почему? А сморкаешься, а сморкаться не разрешается. Ну забываешь это. И перепонки там как-то надуваются и прочее. И обо мне помолиться. Так и молимся. Помолимся. Я уже почти выздоровел. Но, чтобы я как-то поаккуратнее был в этих вопросах-то. Я все никак не войду в свой возраст. Почему я в церковь молодежи, Словом Божьим, мне не войти уже духовно. Но по телу я должен согласоваться с этим. Благодарю вас за внимание, друзья мои. Прошлый год был хороший, замечательный. Просто не скажешь какой. Я всегда говорил на занятиях, цените драгоценное мирное время. Наступают тяжкие времена. Везут русские Библии. И вдруг русские Библии целую машину почти, говорят, остановили. Там где-то в Скополе или на Калининграде-то. Арестовали. Не дают. В Владивостоке. Везли, арестовали и полсута приговорили к сожжению. Синодальная Библия. Если это так, я заранее знаю, крырды к этой власти. Каюк. Бог уничтожит эту власть вместе со всеми правителями с Кремлем. Они не знают, на кого руку подняли. Бог говорит, я бодрствую над Словом Моим. Я молюсь за эту власть, поминаю Владимира, Дмитрия, всех подряд поминаю. Но наша молитва ничего не значится, если они будут идти против Бога. Кто имеет силу власть, помолите, что Бог вразумил их. Библия неприкасаемая. Ну, издали там Ведеонов общество. Ну, из синодального издания. Какая разница-то? А что, эти продавать надо? Бизнесмены от православия. Они тут руководят всем. Если это так, я даже ужаснулся. Это Библия, они прикоснулись, не верил. Но, наконец, в интернете вижу, что так. Этой власти не жить. Бог нашлет им, как пишет Волошин, и Хитая, и монгол поднимет со всех сторон. Они сожгут эту блудницу. Библия неприкасаемая книга. Если заговорил кто-то, юрьевой юритик и читает Библию, синодальный перевод замолкни. И слушай. Толковать начинает ложь, тогда ты можешь сказать. Вот мое завещание вам. Храните Библию. Молитесь за власти, и чтобы она не дурила. Все эти яровые законы в пух и прах Бог превратит. Он, когда прикасается, написано, горам, горы дымятся. Как они посмели это делать? Но, поступило сообщение, будто бы приговорили к сожжению, но к действию не исполнили еще. Бог спросит не за экземпляры, не за страницы, за один стих Бог взыщет. Я бодроствую над Словом Моим. Он не сказал бодростью над Россией, над Кремлем. Над Словом Моим. И Словом Мое возвратится в несчетном. Если этого не понимают, люди не увидят, как будет один пепел развиваться от этой России. Богу слава. Во веки, аминь. Гутин, аминь. Гутин, аминь. Гутин, аминь. Гутин, аминь. Продолжение темы об этом крушении. Есть такая страница, сайт «Доктор на работе». И все там считают уже себя православными. Нет, не все, конечно, но большая часть из них. А не все, могу сказать, почему. Потому что есть такой доктор Норберт. Он еврей, доктор с именем. И сейчас он живет в Израиле. И написал статью об Аврааме, как родоначальнике науки. То есть, что он познал Бога. И вот там он говорит о иудее христианство, что это особая страница летоисчислений и в жизни всего народа нашей планеты. Ну и там сразу посыпались возражения против него. Ну и мне подумалось, сейчас ты даже кому-нибудь просто воскресил бы и все равно, как написано, не поверят. А то в то, что ты сейчас написал про Авраама, прям поверят. И, конечно, многие, да очень многие, всем Царствие Небесное со святыми у покой, как у нас во всех храмах. Кстати, позавчера, наверное, мы ехали в автобусе с одной нашей сотрудницей. Она говорит, вот пойдем, тут будет у нас шоу на стенах храма Иоанна Богослова в Барнауле. Какое шоу? Световое шоу. Лазерное шоу на стенах храма. Еще и танцы там какие-то. Значит, какое шоу? Ну там будет сказка 12 месяцев. Вот больше нечем заняться, да? То есть, таким образом, как бы привлечь людей к храму. Но этим ли нужно привлекать храму? Внутренним содержанием. Я говорю, ну хорошо, хоть не внутри храма это будет зрелище. Как не внутри храма, простите. Вот. На улице. Вот вы смотрели, прям внутри храма стоит священник, алтарь там. И напротив алтаря там бальные танцы дети устроили, хороводы водят. Шоу-то. Нет, ну лазерное шоу на стенах. Нет, ну я говорю, что уже в храме. И священник умиляется. Ой, как хорошо. Для меня это честь, что вы собрались здесь все и тут проводите эти свои концертные мероприятия. Честь для него это. Научились разговаривать. Я за того, что он, конечно, не слышал и не читал. Ну понятно. Так что молиться надо. Я постоянно молюсь, чтобы Господь вразумил всех пастырей московской патриархии и всех иерархов. Ну, Господь, молитва, она, как вот только что привел Игнать Игоревич, пример. Она не должна быть, вот мы прям помолились и сразу все должно исполниться. Она, чем более непрестанна молитва, чем более настойчивее, тем она ценнее пред Богом в очах его. Еще у кого есть слово? Ну что, да, Игнать Игоревич? Такая, как пакетик маленький, рыбьи хвосты. То-то понарезали хвосты, запечатали и продают, потому что они подешевле. Вот понимаете, я только думаю об этом, и что было, ни к чему не лежит. Ну, и картошка есть, и лук, и чеснок. Не едет организм, я внутренне еще соберу его, оно мне как будто чужое. И тогда это вот, скажу, оторвал, стал жевать и аппетит пробовался. Вот как Господь делает, а там ничего нету, хвосты где-то выбрасывали, а кто-то сказал, не выбрасывай. Давай запечатаем, продадим, съедят. Так и есть. Может быть ради нас хвосты это все-то и сохранил. Рыбьи хвосты, и рыба красная. И видимо маленько подсоленая, может даже прокопченая была. Одни хвосты. Ну хвосты, там и мясо есть. И мы вчера разделили это сразу, и нам всем хватило по одному. Хотим, у меня еще и запасной хвостик остался. Вот как Бог делает. Простенькое дело, детская молитва. И Бог слышит, и как тебе радостно, что с этого было. Классно. Здорово. 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 Продолжение следует. Продолжение следует. Да, сегодня, сегодня. Занятие будет. В шесть часов по скайпу. Поехали. И сейчас будут занятия. В шесть вечера тоже по скайпу. Достойно есть якова истину. Блажите Тя Богородицу. Христа блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим. Без искрения Бога Слово Родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных и наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Авва, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.